Привет! Сегодня я представлю первую работу на тему хуманизации «Итак, кольцо всевластия». Я думаю, что вы помните фильм «Властелин колец» и «Кольцо всевластия» – это, можно так сказать, один из главных героев. Так вот, Екатерина Кочевалина представила, олицетворила это кольцо в виде вот этого парня с мечами. С мечами, с цепями, в кожаном одеянии, с плащом и с черно-золотой короной. На первый взгляд, когда посмотришь на лицо этого парня, кажется, что он достаточно добродушный и миловидный. Да, очень привлекательный, то есть как кольцо, хочется его взять к себе и положить в карман. Но на самом деле, тот, кто одевал это кольцо, становился невидимым, продлевал себе жизнь и обретал власть. Обратите внимание, что надписи, которые были на кольце, они также перенесены и на меч, и на тело. Куклы. Кстати, давайте вспомним, что означают эти надписи. В дословном переводе «одно кольцо, чтобы править всеми», «одно кольцо, чтобы найти их», «одно кольцо, чтобы привести их всех». Это самое могущественное кольцо, самое властное кольцо, которое могло дать очень много власти. А, соответственно, тот, кто хочет много власти, это наверняка какое-то воплощение зла, соответственно, воплощение тьмы. Поэтому, смотря на образ Екатерины, я вот сначала смотрю на этого миловидного парня, на его такие румяные щечки. Можно сказать, влюбляюсь в него и понимаю, что там внутри где-то водятся очень-очень злые черти. Ну, а теперь давайте посмотрим процесс работы. За основу была взята тушка Хантера Ever After High. Посмотрите, как изумительно каллиграфическим почерком написаны надписи с кольца. Здесь можно просто аплодировать. Аутфит был сшит из кожи. Вот уже готов рукав. Очень интересно, он все-таки сшит или склеен. Также в деле были использованы маленькие микроцепи. Посмотрите, как интересно выглядят уже получившаяся часть рукава и ошейник с цепями. Рукава уже прокрашены краской и приклеена золотая беечка-каемка. Вообще подскажите, вот как мастера вдохновляются? Что нужно кому, чтобы вдохновиться? Очень многие смотрят картинки из Пинтерест, например. А вот уже здесь прошивка. Причем узелковым способом. И посмотрите, использована проволока или леска. Остальная часть – это проклейка. Проклеивается для того, чтобы не было вот этой вот неестественной густоты. То есть по пробору идет прошивка, а в остальном идет проклейка. Ну все, уже сшиты трико. И полным ходом делается броня, набедренная повязка. Вот так выглядит парень в одежде. Вид сзади, кстати, посмотрите, собран вверх, как будто корсет. Очень интересно, как закреплен пояс. То есть это липучка, что там использовано. Пояс украшен камнем. И такому парню определенно нужно оружие. Как же можно сделать оружие? Конечно же, можно взять палочки из-под мороженого, приклеить надписи распечатанные и сымитировать вот такой меч. Я думаю, получилось вообще шикарно. Кстати, ручка вылепленная. И обратите внимание, тоже есть камушек. Сапоги. Сколько раз делала сапоги, это ну очень-очень сложно по мне. Поэтому мастер огромный молодец. Очень аккуратненькие сапожки были сделаны. И вот уже Екатерина приступила к короне. Вот, кстати, здесь краска стоит, которой пользуется Екатерина. Вот так вот простая корона превращается в корону всевластия. Ну и, конечно, последний этап – это УАК. Роспись личика. У парня прям макияж в желто-зеленых оттенках. Посмотрите, как подчеркнута верхняя губка белым карандашом. И наклеенные ноготки. Кстати, чтобы сделать такие фотографии, тоже требуется не один час работы. Мне, допустим, вообще я за один день начинаю заряжать камеру. Потом на следующий день фотографирую. И еще один день, чтобы эти все фотографии обработать. Да, вы тоже видите эти сосочки. Ну, конечно, он получился настолько милым, добродушным, что наверняка все хотят его приютить у себя, положить к себе в карман кольцо всевластия. Но на самом деле он обладает неведомой силой. Давайте похлопаем Екатерине. Переходите по ссылочке в ее группу. И, конечно, ждем ваших комментариев под этим видео. Всем пока-пока.